Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота На ваших экранах игрушка Mass Effect 20-я часть моего прохождения, мы находимся с вами на Наверии Прибываем в расселенную, в некую, как нам только что сообщили на этом Монорельсе И сейчас уже будем в этой серии непосредственно разбираться, что же здесь делает у нас матриарх Бенезия Мы же идем по ее следу, но тут целый комплекс Как-то Байнери как-то вон там, я уже забыл, только что сказали, а я уже забыл Видите, какая у меня краткосрочная память Ну, на самом деле, тут очень все хитро сплетено Так, вот в этой локации Последовательность действий, в принципе, здесь не особо-то важна Но я решил вам продемонстрировать Посему такое видео длинное будет, около часу где-то Я решил вам продемонстрировать Последовательность прохождения для получения максимального количества опыта Здесь, как вы видите, с нами по-прежнему наши девочки Неудивительно Так, встречаем Капитан Вентралис Слышен Все это работало на трене, контролируем? Ну, в целом, я не смешиваю ни один шаги Смотри, ты смешен, и это достаточно, чтобы я не сниму Но я хочу знать, кто ты Ты Меня зовут Шепард, я СПЕКТР I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out and he ain't all there anymore. At first we knew the bastards were clawing into my command post. We made a lot more staff then. You were taken by surprise and had civilians to protect. You did a good job, Captain. Yeah? Sure as hell doesn't feel like it. The board sent an Asari to clean up the mess. Она вошла в гостях в гостях. Мы не слышали от нее. Я не буду дать ни от ваших людей умереть. Все я могу сделать, чтобы держать здесь и защищать civilians. Там есть университет на улице. Это карта, который позволит вам активировать. Я могу дать вас в гостях в гостях. Если вы нужны первые, доктор Коэн, в гостях в медбай. Скажи мне о РИП-статчинке. Я не могу говорить о том, что все. Что нужно знать? Скажи мне о технических оборудований. Скажи мне о том, что вы не сможете почувствовать в корниках. Я просто впечатлялся с вашей операции. Быть в порядке недели зашелся из-за того, что это не значит. Только лучшие люди могут быть в высшемных оборудовании. Что мне больше не впечатляли, альтернативы и камерами. Они все оборудованы через центральной локации, от врачей. Один человек может закрепить целую оборудованию. Счастливая оборудовательность в последней локации, и мы бы удерживаемся от технических оборудований. Что такое исследование здесь? Это меня, я не должен знать. Если люди не начнут死, это не мой вопрос. Что ты можешь рассказать мне об этих aliens? Ask Dr. Олар. Он единственный, кто сделал это из Ходлабс. Он единственный полис в здесь. Я хочу узнать больше о ситуации в Ходлабс. Фактилития не ухода. Единственная способность выяснить, чтобы отправить скалки на лаван, и я не буду снять своих людей. Они пришли из-за власти, или они оттекли из-за власти? Вы хотите мою личность? Лабс такие существуют дураком, что люди делают. Скажи мне о структуре из Ходлабс. Это построено в одном из двух глянцев, длинный, стабильный. Если что-то произошло, они развернутся и поднимутся к земле. В основном, они приходят в лабс, используя трамки с центральной статистики. Мы имеем вещество, но это только для экзамен использования. Угу, слушай... Я не отправлю мои люди туда. Это слишком опасно. Понимаешь? Как вы люди держались? Мы не ожидали, что в начале. Они сделали внутри. Мы потеряли хорошие люди. Эти из нас, которые остались, они поднимутся. Мы оставили нормальные переговоры и стемы. Я не люблю, но я не вижу никакой альтернативы. Ты уверен, что матриарь еще в холодной статистики? Она не вернется сюда. Ты пришел через центральную статистики, поэтому она не там. У меня есть работа, чтобы сделать. Да, я слышу... Эл! Возьмите периметр! Понеслась, короче. Опять эти у нас рахманы воины атакуют. Вот у меня, кстати, сейчас обставлено в оружие. Честно говоря, я так и не понял. Хе-хе-хе. Спасибо за помощь. В каждые часы группа приходит на трамп-туннель. В самом деле лучше, когда мы закрепили элевейтор. Я сделаю, что я могу. Я не знаю, почему они продолжают стрелять их против наших защитников. Даже животные должны научиться, чтобы не скрепить их носом, где оно болит. Что ж, получаем два очка героя. Так. Что-то талия подранена. Но они, видите, без меня их отстреляли, кстати, неплохо. Сейчас у нас что? Вот это, кстати, доктор Вентралис. Прикольно, кстати, броня на нем надета. Ладно, давайте пока не будем тут сейчас судачить. Пробежим, посмотрим, что есть дальше в этих комплексах. Тут много десять тысяч комнат разных. Так, вот колоссовская броня у меня есть. Сейчас мы напялим ее на Лиару Тисоне. Смотрите, как она круто смотрится. Ну, предыдущая, конечно, по моему вкусу смотрелась покруче. Но это такая ярко-красно-черная. А вот у меня хрен. Тяжелой брони нету. На самом деле, знаете, колоссовская броня тяжелая как-то хреновато смотрится. Мы даже, я вот так вот сравнил ее. Она даже как-то, ну, средняя бронь как-то поинтереснее. Немножко, конечно, Шепард как в трико в нем выглядит. Незащищенный. Но, уж поверьте мне, чуть позже мы ее найдем. Не в этой серии, чуть попозже, когда на Стадель вернемся. Еще нам, ух, сколько предстоит. Нам еще на Вермайер, друзья мои, лететь. Нам еще на Илл лететь. Так что, повоюем в топе. Побегаем. Все продемонстрирую вам. Так, в этих комнатах ничего нету. Никакого изучения, никаких видимых, невидимых компьютеров, которые можно было бы взломать. В общем, тут у них, смотрите, целая коммуна, которая держится за счет капитана этого Вермайериса, или как его там зовут, то уже... Тоже я забыл. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. С Лиарой в колоссе. Лиаре, в принципе, по барабану, повторюсь, что за оружие таскать. Главное, она умениями, чтобы пользовалась. Петтотси. Хорошее имя у чувака. Волос это, да? Вынужденное дружелюбие. С потрохами просто палишься в разговорах. Это не кажется, что это время для коммерсов. С нервовым оборудованием. Я ничего не могу сделать. Почему не продолжать ходить мою киоск? Давайте посмотрим. Безусловно. Большая часть моих платок была оправдана капитана Вентральдсом. Вот у нее инструмент. Ладно, не буду я, в общем, вас. Я просто им тут распродавал все, все, что нашел. Освободить надо было место. Это тоже таинственный Азари стоит тут. Алистия Айелес. Что ты делаешь здесь? Молекулярные генетики. Я специализирую в биотико-эффективной аллео-специфической гибридизации. Это немного техническое для меня. Я очень хорошо в том, чтобы проверить различные гибриды и генетики. Я уверена, что вы это увидите довольно длинно. Вы выглядите менее беспокоит в этой ситуации, чем в других. Это одна из них вернули в медитацию. Вы переставали. Скажи мне о себе. Я Алистия Айелес, из Университета Ареас. Есть ли что в частности, что вы хотите знать, или я просто спутать факты? Алистия Айелес, из Университета Ареас. Я медитировала. Я думала, что у вас, как специя, как ваша, это казалось, что не было внимания. Ты знаешь Матриарка Бенезия? Почему спроси меня, и не твоя другая? Потому что я не знаю ничего о Матриарке. Тогда почему бы я? Это все для сейчас. Ну все, больше нечего. Пока что нам не о чем с ней говорить. Так, вот еще вот прикольный соларианец спит. Соларианин, соларианец. Доктор Пейлон. Поболтаем, конечно же, с ним. Что вы делаете здесь? Я не могу сказать. Я принесла нон-дисклосурусу. Если мы проживем, я бы хотел бы оставить свой работ. Моя местность, но пенсия лучше, чем в любом коммерческом лабе. Вы не счастливы на Пик 15? В отдельном мире не существует. Солнечное поле. Солнечное поле и пес. Только работа. Собственно, это дескори. Это легкий. Удивительно, почему science is guided by ethics. Может быть, мы платим за это сейчас. Что ты знаешь о Хаотлабе? Ничего. Я не работала там. Как я знаю, Хан О'Лар был единственный survivor. Он в медицинской лабе? Нет, он лежит в команде в команде с теми. Была бы смешно с ним. Он был испытывательным. Что ты делаешь здесь? Я истинщик. Я не могу говорить о работе. Не потому что я делаю исключительное действие. Акцент. Вся один вороат? Я не могу говорить о том, что случилось. Не здесь. Тийный вор. Проговорила к нотома в медицинском лабе. Он был проект lead. Как ты делаешь здесь? Я истинщик. Не могу говорить о моей работе. Акцент. Как ты начинаешь удувать? Ура, как я пленка. Это Wanna- Ни нас прошу었던 утроу. Ни нас остановит нас. Я не знаю, зачем вообще этот диалог был с тем доктором Пейлоном. Вообще, как по мне, последняя вот эта вот локация на Наверии здесь, она, по-моему, притянута за уши, так что мы либо, наверное, побольше прокачались, либо оттянуть момент разборок с Бенезией. Хотя, в принципе, если вы на начальном этапе проходите, это не как я в конце, то, возможно, кому-то будет это интересно. Но вы будете, потому что я смогу помочь. Я думаю, что компания найдет наши жизни более важны чем их секрет. Вы знаете Мира, В.И. для Пик-15? Она обеспечивает протоколы безопасности для наших экспериментов. Мы реактивировали ее на нашу работу на центральной станции. Это ты? Я счастлив. До того, как она пришла в интервью, автоматическое устройство не работало. Мы потеряли связи с Мира в мировой эксперименте, и у нас не потерялись. Эти три были обеспечены на токсин, что мы работали над этим. Я понимаю, что ваша токсин, но я требую детали. Но вы говорите, что это не пройдет в этих стенах? Это био-вспорт. Базда на экзотичных формах обнаружено на фронтире. Они хотели что-то 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 может убить. Но у нас не было прибытия на что-то что-то уничтожает одну специя на фронтире. Мы продолжали работать над этим и обеспечивали ее, чтобы уничтожить другие специи. Форос-Би является высоким инфекцией, но не может уничтожить от одного человека. Какой био-вспорт. Это био-вспорт. Вы представляете, что отличие делает это эфицированным? Милитария, государства... Они получат этот тип оружия, и мы пытаемся уничтожить демок. Я знаю, что вы не понимаете. Я не знаю, что это. Есть причина Ситадель-конвенция позволяет био-вспорт, доктор. Я не ожидал, что вы понимаете. Я знаю, что и оборудование. Они находятся в quarantine labs. Каптан Вентролис не хочет рискать больше демоксирования. Он правит, чтобы избежать людей? Нет. Это токсин имеет период прибытия. После этого, это перейдет на простые протеи. Но он не слушает меня. Я поговорю с ним. Может, я могу позволить его попробовать. Я не могу сказать, что это официально. Но если вы можете сделать что-то, я бы получать это. Я не знаю. Я знаю. Подписывайтесь на наши записи. Это должно быть просто вы Like-Инис. Как правило судяruно? Хорошо, как руководители Вентролис, какие-то взрывы? Я знаю, что они полноценные докладки. Они были в аллерге. Я обогнаю свой пост по своим р MOM. Но все родители должны уехать. Они становятся тяжелыми. Ирешенальны. Вы здесь доктор? Так, ну что ж, здесь еще есть терминал Миры, с этими лежачими поговорить нельзя, а вот ее можно активировать. Но это мы уже, по-моему, все у нее спрашивали. Я боюсь, что терминал не возможно. И неизвестная токсина есть в тишинах каждого пациента. Что с этим человеком? Акцессируя логи. Они были в центре эксперимента, когда закреплялся. Честно говоря, вообще не понял я, что сейчас происходит, зачем какую-то первую помощь включать. Ну то, что там у этой Миры спросить, понятное дело. И то, видите, доктор как-то очень конспиративно реагирует на... И больше ты ничего не помнишь. Типа, приезжай свой язык за зубами, типа, да? Так, давайте сбегаем к зоне карантина казармам к жилым. Там у нас стоит некий волос. Ведь такие маленькие пузатые, которые натужно дышат так, как Дарт Вейдер. Посмотрим, что же там у нас внизу стоит. Ну, вообще, на самом деле, говорю, можно все это дело пропустить мимо. Все эти вот тут проблемы, диалоги и тому подобные... Вообще, сейчас разборки с местными обитателями, сразу переходить к Бенезии. Но тогда опыта не получите. Хан Алар, вот он, доктор, который выжил. Об этом, не ты? Ты имеешь в виду эти вещи? Да. Я единственный виноват из Ходлаба, ты знаешь? Мне нужно знать больше о этих вещах там. Об этом ракнии? Ракнии? Это... препостерозно. Где они пришли? Они нашли это в деревянной корабле. Огонь. Они ждут, после последних войск. Они сюда привезли. Огонь! Бог, ты хочешь нас убивать? Я не имею никакого контроля о том, кто живет или умеет здесь. Ты? Если ты будешь ловим, будь quiet. Ловим? Я так же. Бог, я так же. Я слышал, что ты был в Ходлабе. Как ты был живым? Я убил ее. Кто? Доктор Зон Мюа. Мы идем на вечеринку. Когда альтеры уходили. Я пошел в трам. И я закрыл двору. И я убил ее. Она на двору. И они ее сломали. И они ее кусали. И ее головой пошли как мелан. Я закрыл двору. И я убил ее. Скажи мне, что ты знаешь. Я сделаю что-то выживание означает что-то. Ты думаешь, что я хочу абсолюцию? Нет. Матриарх Бенезия может прожить в Ходлабе? Это возможно, что специменты были сенситивны к биотикам. Ладно, нехрен с ним тут базарить. Давайте поменяем, кстати, эти фугасные патроны. Нам они сейчас пригодятся. На вольфрамовые, да. Сейчас придется с гетами нам немножечко пободаться. Забегу вперед немножечко. Ну, сюда нас пока не пустят. Охранник РКС. РКС. Прям на Вере к спектрам вообще они настолько непочтительно относятся. Но это вы помните еще с позапрошлой части, когда нас там встречали не очень, да? Гостеприимно. Корпоративная у них тут, блин, этика. Так, Соколов, дробовик. Видите, сколько русских имен в названиях. Так, ну сюда бежать пока рано. Нам нужно отправиться к Вентралису. К тому, кто нас здесь в расселении первый встретил. Тот самый чернокожий вояка. У него есть пропуск. Ну вот, да, повторюсь, придется сейчас немножечко, друзья мои, туда-сюда побегать. Но потом уже... Так, сейчас я скажу. Сейчас я скажу. В следующей части мы, наверное, еще посетим Траверс с Цитаделью. А уж потом, собственно, у нас начнется такой просто один сплошной дикий экшен. Так, тяжелая броня Титан. А, мы уже ее примеряли. Но, честно говоря, мне она не очень понравилась, что щиты у нее слабенькие. А физурон этот... Ну, не знаю, физурон. Из чего он тут складывает этот физурон? Из лазерных пушек? Ну, или чем там они стреляют-то? Ну, не знаю. Раз тут всякие переменные все-таки существуют, я думаю, умельцы-то народные, всякие фанаты крутые этой игры. Наверняка все уж тут посчитали. И мои слова кому-то, может быть, даже дикостью покажутся. Хе-хе-хе. Что-то ты нуждешь? Я слышал о проблемах в лабораторе. Я бы хотела улучшить эту токсинку. О, Господи, я бы хотела помочь этих ребят. Я действительно так. Но мы сейчас не можем рискантимироваться. Мы не часть вашей защиты. Мы берем лишние речи, меди-гел... Да, но вы также имеете лишние шаги. Хорошо, если вы хотите бороться с вашей жизнью, то вы не имеете в мою commande. Я буду защитить вас, но он закрепит дверь у вас. Он будет проводить полный скан, пока он закрепит вас. Если нет аномалий, то вы оставите в них. Эти причинные. Я буду защитить защиту. До свидания. И вроде он прям такой весь изнутри молодец, этот доктор Вентралиста. Так, стоп. Нам сперва сейчас надо сюда сбегать. Сделать лекарство. The Cure. А уж потом отправимся в риск лаборатории. Вот да, да, да. Повторюсь, друзья мои, придется сейчас немножечко туда-сюда, здесь, между комнатками, попрочесывать местность. Так, а где талия-то? А, вон, талия появилась. Из ниоткуда. Шепард. Такой мужик. Надерем сейчас всем задницу. Жалко, что в лифтах ничего они не передают. Я имею ввиду никаких новостей. Ну, у них тут, оно и понятно. Закрытая станция. Никаких всяких спутников и ретрансляторов нету. Уж какой тут нафиг радио. К чертовой бабушке. Они тут сами живут. В изоляции в полнейшей. Так, подходим вот к этому охраннику. Да-да-да. Сейчас он нам... Что-то так разговариваешь со мной. И вот из-за этой маленькой комнатушечки вот столько кипиша. Давайте сперва проверим, что это здесь такое вообще. Какие-то палаты. Для умалишенных, наверное, да? Ну, похоже, во всяком случае. В такой тут сидеть комнатухе. С ума сойдешь. Здесь что есть? Запертый ящик. А место-то... А, место я уже себя освободил. Но я не показывал. Я перемотал, когда я там с волосом торговался. Каратель. Вот еще один Ковалев. Ну, просто потрясающе. Ну, это самое крутое то, что я здесь нашел, друзья мои. А сейчас нам нужно поиграть в мини-игру. Да, попадать нужно между вот этими треугольничками. Дабы... Быстренько... И вот, зараза, на нас нападают. Понеслась! Видите? Где-то... Ну, я не зря надел вольфрамовые патроны. Поэтому, друзья мои, рекомендую вам тоже подготовиться к этому моменту. Особенно из Ковалева. Видите, просто он уже просто их расщепляет в щепки. Расщепляет в щепки. Как бы это логично не звучало. Так. Смотрите, пришибли охранника. Ой, бедолага. Остальных еще живые. Очень все как-то здесь несуразно, честно говоря, происходит. О карахне-то мы у него спрашивали? Ну, ладно, не суть важна. Так, ну что ж, давайте вернемся с лекарством к доктору Коэну. Да, в тот самый лазарет, где лежат пациенты. И в очередная покатушка на лифте. Видите? Это тетка. Я повторюсь, как-то все здесь очень несуразно. У кого какие мотивы тут преследуются? Ну, гетами это вообще азарит. Ничего вообще не смущает никого, что чувиха тут стоит у вас тут вообще под носом. У нее в ящиках геты сидят, а она тут еще... Никто из вас не умудрился не сделать лекарство, да? Она ждала момента, пока мы приедем, блин, сделаем лекарство. Она нападет на нас, чтобы отнять лекарство, да? Потрясающе просто. Я даже, в принципе, ее претензий-то к нам не очень понял. Ну да ладно. Делать нечего. Я не знаю много о ней. Она приедет месяц назад. Один из компаний взрослых пострадал здесь. Дай мне понять. Сэрин, the Spectre? Да. Я думаю, это был его название. Я не уважаю на другие команды исследователи. Посмотрите. Гарты? Они были более на уровне с тобой здесь. Я думаю, что они ждали тебя. И там больше лабов вверх. Гарты даже не оставят меня туда. Просто люди с клиентами. Что за настройка? У вас есть доступ к этому? У меня доступ к этому? У меня есть путь. Но нет, немного льда. Давайте посмотрим. Эта плавка. Эта плавка на работу? Я думала, что он был на правильном пути. Не могу вам вам сказать. О, Господи. Это глухая. Вы спасли их жизни. Знаете это? Вы можете отдыхать несколько медицинских пациентов? Они стоят их в грамоте здесь. Вы не получите их от меня? И Тролис хотел их спасать для своих людей. Я должен администрировать это. Спасибо снова. Да пожалуйста. Вот героя получаем 24. Паноцелин 0. Но у нас паноцелин битком. Ну и еще один уровень 44 уже. Мы прямо на пути уже почти что. К левел капу. Так, пестики качаем. Лиаря. Хорошо, друзья мои. Ну что ж, теперь можно уже с чистой совестью отправляться через Вентралис обратно к Монорельсу. Там будет лифт, который мы видели. Закрытый на тот момент, когда мы сюда подъехали. Если помните, сейчас все увидите. Там тоже будут сейчас интересные персонажи находиться. Ну вот так вот приходится. Сейчас для получения максимального опыта. Видите, мы здесь все-таки X-пушечку получили. Левелапчик получили. О, давайте пожалуемся. Хе-хе-хе-хе. Вот и весь диалог. Открывайся, дружок. Поехали дальше. Как она, блин, сюда гетов? Ну, понятное дело, что там они гетов в коробках перетаскивали. Как-то их там упаковывали. Геты все-таки не живые существа. Наверное, как-то умеют складываться. Знаете, как самолеты Второй мировой войны. Корсары с откидными крыльями. Со складывающимися крыльями. Чтобы на палубе умещаться. Хе-хе-хе. Так же, наверное, и геты, да? Здесь только по коробкам их расфасовывают. Так, ну что ж. Сейчас я гляну быстренько. Так, так, так. А, нет, там закрыты дверцы. Значит, сюда. К лабораториям идем. Посмотрим, что там у нас происходит. Вот, собственно, в эту зону-то карантинную и... Все опасаются ходить. Все такой чувак. Ярослав Тартаковский. Ярослав Тартаковский. С ярко выраженным русским акцентом, да? Он был на древнейших кораблях, тысячи лет назад. Это корабль Рахнаи. Внутрь они находили много яйца в креогенической субпенции. Это был древний яйцо. Да. Очень тяжело, чтобы быть так долго скрытым, что он прожил эти годы. Это чудо. Байнерий хеликс планирует клонировать Рахнаи. Надо производить их, создавать армию. Но когда они приходят сюда, они увидят, что этот яйцо необычный раклей. Это была курина. После того, как она лечит яйца, они ее отправят на рифт-стATION. Они думают, что без нее, они могут собрать ребенка, чтобы быть убедительными. Подождите, не нуждаешься мальчиком, чтобы получать яйца? Курины были берутся генетическими кодами своих родственников. Яйца были берутся от колонии, чтобы собрать. Курины могут собрать генетическую кодами в часах, и иметь колонии в часах. Это как они распространены так быстро. Сделать их от их мамы не работало. Ах, это было точно не то, что делать. Я думаю, что без курины, Рахнаи не развиваются правильно. Ее мозг начинает формировать их. Эти Рахнаи они не контролируют. То есть все мы должны сделать, чтобы ее привезти сюда. Нет, я извиняюсь, но это не будет работать. Эти Рахнаи они не проживаются. Это ужасно, но они должны быть иутанизированы. Я думаю, что буржа Neutron должна быть создана. Я не знаю, как буржа. Ох ты ж, матерь. Хо-хо-хо. Ну это какая-то такая знаменитая фишка BioWare. Делать такие оплеухи сзади. В Dragon Age что-то нечто похожее было. Что-то нечто похожее. Рахны солдаты обычно. Как здесь оказался. Ну зато у нас Талли умеет. Не Талли, а Алиара. Все, опять переполошила. Все, взлетела. Так, здесь терминал мира. Поболтаем в очередной раз тысячный уже. Вот такой вот забавный диалог. Ярослав Тартаковский, руководитель операции, находится на оборудовании. Нет других живых командов в лабской структуре. Активируй нутрон-пурж. Я извиняюсь, но я не могу это сделать. Где мне удалось? Вот можно что-то пробормотать. Давайте что-нибудь пробормочим. Эээ... Сик-семпер-терр... Так, давайте подбежим. Надеюсь нас тут никто не встречает. Вроде нет. К трупу Тартаковского он где-то там валяется. Я что-то у меня из головы вылетела. Сразу к нему подойти. Но зато вот можно было что-нибудь пробормать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Откажился Шепард так забавно. Ну да ладно. опачки опять нас там короче целая толпа ёперный балет так надо органику короче срочно у меня же это стоит там синтетики по органике надо фигачить ну криво патроны не хочу токсик тоже не хочу выдавать органику щас опыта ведь практически нет разброса и долгая гашетку не давить бабла на сколько сыпется просто откуда у вас деньги и опыта сколько мы получаем за это удовольствие давай 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 в общем короче здесь бенези для того чтобы срахни с этой да с королевной все вроде бы все отлично ну что ж теперь отправляемся уже непосредственно к этому саркофагу рахни которые они там выкулопали откуда-то непонятно рахни считается же вымершей расой так то и там турианцы либо кроганы по моему там помогли перебить не помню же сейчас об этом скоро узнаем так это закрыта пока что дверь да это уже лифт тоже неактивный стал откуда мы приехали ну вот так вот как-то как-то так сперва лучше этих рах рахни периоды вы можете потом после убийства малин матриарха бенези сюда приехать прилететь прибегать прибежать приехать на лифте да но уже будет как-то непоследовательно так что так стоп а где-то наши друзья так сюда не войти я так понимаю ну да панельки то нету приготовиться какая-то какое-то подозрение у меня нехорошая сейчас нам что-нибудь скажет либо сделают вот они все короче сволочные так мощность органика слушаем давай 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 Whew физик у меня не очень такой заряженный эй перегрев то уже спадал какого хрена только показа что не спадает тебе перегрев поэтому приходится долго тут стоять-то будешь подруга так ну что ж все уже разбежались а в методике кто-нибудь есть интересно вроде стоял чувак должен был стоять нет может валяется нет все разбежались трупов метр не трупов этих больных да интересно так вот еще дроны летают надо все чистить хотим щиты поснимал мне опять как же не люблю этих дронов с этими вроде более-менее разобрались банджа защитный интерфейс антифрикционные материалы батюшки что-то интересное брони нету так мы сейчас уже пять урона россии у не тепла вот это вот кстати хорошая тема от перегрева спасает так тут нас сейчас короче будет вся эта охрана так а ну-ка я попадаю почему-то щиты не отнимаются прям слабенькие а хорошо но не сильно так отлично еще троица там осталось устроиться там я думаю но они какие-то прям неактивные совсем вяленькие какие-то не нападают не стоит сейчас пойти криору и адреналин прямо простреливается папа по одному ковалев неплохая винтовка интересно если мы сюда приехали в начале игры тоже бы выпало только наркань там 2 или 3 уровня да так ну а теперь ставим обратно в альфрам сейчас будем воевать уже с детами вовсю ну там будут и клона азаре эти десантники команды команда с азарем так было назвать и очередной лифт какой уже по счету сколько мы лифтов с вами объездили здесь друзья мои так вор улучшений кувалда защитный интерфейс активные патроны так стоп а вот здесь как раз таки вход нет мы вход который охраняется дронами уже вроде залазили но там должна была рахня нас встречать одна давайте проверим да вон видите красненькая треугольничка вот он стоит отравил то это если бы пробегали бы вот через ту дверь где через центральный вход где комнаты ученых где был торговец там где дроны еще висели если через них проходить если вы это кстати сделать самом начале взломаете там эту дверку на вас сразу прочь в общем все ученые эти нападут так что лучше не торопиться лучше сделать как я все равно всех перебить придется на такой опыта побольше получить ну что же давайте встречать подруг подругу нашу бенезию да леарь ручка на д у у у у у у у у у Не matter who you bring into this confrontation. Лиара's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Лиара? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans have. I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been strict with her. В общем, решила она не медлить. Сразу переход. В стадис нас поставила. Смотрите-ка. Понеслась. Командос. Шляпа у неё прикольная такая. Матриарха Бенеги. Так, в общем, у нас тут будут сейчас волнами на нас они нападать. Блин, куда запрятались-то? Разрывные-то мои. Вот. Опять вольфхан. Эти быстрее скашиваются. Опа! Вот она меня ввела и сингулярность, короче. Вот видите. Если, кстати, ставить в броню защиту от этой сингулярности, то времени вы будете в ней пребывать меньше. Хотя у меня вроде и так. Немного. Недолго Шепард валял сейчас. Поэтому даже и хрен его знает, друзья мои. Так, вольфрам теперь одеваем. Сейчас будем снова синтетиков крашивать. Разварит. Отлично. Ой-ой-ой, это ничего, подруга. А че-то я тебя ударил, а ты никого нет. Недолго. Еще один левелап. Приятно. Так, Бенезия, ты, во-первых, нечестно поступаешь. Ты стреляешь по нам, а мы по тебе не можем стрелять. Приходится вот так вот крошить первое подручно. Витя, она слабеет все с каждым разом, поэтому... Ура-ура! Не такая уж и сложная тетка эта. О, здрава, парни. Хопа-хопа-хопа-хопа. Так, девочки, давайте поаккуратнее. Витя, смотри, что делается. Блин, у меня косы длинные. У меня косы длинные. Все. В общем, не так уж все и сложно. Это не закончено. Саран не останавливается. Моя мозг заполнена с его светом. Все все очевидно. Арахния не сооружила с тобой. Почему я должен? Я не против тебя. Ты... Ты... Ты должен слушать. Саран еще спрашивает в моем голове. Саран. 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 Кто-то на Новария нашел? 2,000 лет назад. Рахни оборудовались в нашей галактике. Они обнаружили рахни. Рахни могут поделиться памятниками в генерации. Рахни оборудовывают знания о своих маме. Я взял место рахни от рахни. Я не был длинный. Как они обнаружили? Они оборудовались. Они оборудовались. Они оборудовались, которые оборудовались в их системе. Почему Сарин нужна новая рахни? Он считает, что это приводит к конкуренту. Я расскажу вам больше, но Сарин не оборудовался с меня. Я был лишь виноват для его права. Сарин не оборудовался. Вы можете сделать это право. Дай мне информацию. Я не был сам, но я должен быть сильнее. Сарин не оборудовался. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Мама. Я не могу. Я бороться с ним. Ты всегда меня рада, Лиара. Умереть. Какая душесчипательная история. Умереть. Ну, все, опять веерепене. Ну, Сара, в общем, и управляет. Вот так и Кастелин управляет. Совый Ринг управляет всем. На разум воздействует. Где-то я уже это слышу. так чё лярит прокачать деформация свет мощный поле это масло на случай огромное решение сегмат матом ну давайте его какая нафиг разница пистолетики воткнём так все нет не все опять народу налетела короче сзади базар а ну-ка помрив а теперь один-то не так спалит слушайте а ну у нас ведь маглая такая, а ты-то убегаешь последняя страда, да подожди? ну смотрите как он прям вообще легко переживает эти битвы кстати у нас главный шаг, просто помощник в Сарана опять базар я в тебя столько всадил патронов мать добрый вечер, маленький Уин я увидела тебя снова с дождем нет солнца они всегда сказали, что там будет вот и всё теперь уж ты уж и надеюсь точно а то как-то она неохотно помирала ну что ж, теперь поболтаем с царицей Рахни что она нам такого скажет? тоже такой один из ключевых сюжетных моментов сейчас друзья мои позарит нас помощью ну как и этот, Турианин, да? воздействует на мозг тихо, 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 тихо зачем так агрессивно-то? этот небольшой глюк произошел при записи куда-то пропала подруга это наша, видите? одни текстурки показывают, почитайте диалог, я пока помолчу в этих низких местах твои музыки они... не цветные музыки? что? твоя способность коммуникации странная флот это не цветные воздух когда мы говорим один движется все мы мать мы 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 Продолжение следует... 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 так давайте пробежимся посмотрим на комнаты этих ученых кто-нибудь там у нас вообще есть если я не всех перебил но я вроде перебил только этих охранников а нет не буду я к ним возвращаться мы сейчас нафиг их поедем сразу я не думаю что там кто-то торговать там не с кем базарить там не с кем это вентралис оказался за что я поплатился ну что ж поздравляю вас друзья мои на еще на один шаг мы ближе к финалу этой игры и давайте послушаем что сейчас нам скажет на это дело совет наверняка осудят наши действия this is a tough mission we're all on edge everyone go get some rest group dismissed noveria report is away commander you want to patch you through the council patch him through joker setting up the link now commander is this report accurate commander you found rachni on noveria and then release the queen do you have any idea what you've done how many generations until they overrun the galaxy не ровно он к нам дышит this queen is different she understands why her kind had to be wiped out last time around i hope you're right shepard our children's children will pay the price if you're not прощаюсь я на этом с вами в следующей серии отправимся в цитадель выполняем дополнительные задания ставьте лайк подписывайтесь на канал я надеюсь что вам все понравилось оставляйте ваши комментарии увидимся скоро всем большое пока и и и и